всем привет дорогие друзья с вами компания 3d tool рубрика заметки инженера и сегодня у нас будет батл между тремя принтерами как видите на моем столе сейчас находится геркулес 2018 а также в сегодняшнем обзоре мы напечатаем тестовую деталь на принтере дизайнер классик который недавно вышел и на принтере зенит 3d ну что ж по обрызгаем стекло адгезивным клеем для 3d печати и сейчас запустим принтер в работу кстати говоря рядышком печатают у нас предыдущие модели геркулес 16 и зенит которые приехали к нам на техническое обслуживание так что прошу вас абстрагироваться от этого шума чуть позже я покажу вам как я подготавливал эти задания на печать они все с одинаковыми настройками по скорости высоте слоя и а также по температурам потому что мы печатаем пла распакуем принтер зенит новенький в комплекте сверху мы видим кусочек филамента к сожалению производитель перестал вкладывать полноценной катушки что довольно таки странное решение по моему мнению суть всего этого батла заключается в том что все три этих принтера находятся в одном и том же ценовом сегменте отправим каретку в дом и будем потихонечку начинать перед тем как запустить принтер геркулес 2018 я установил катушку сзади корпуса на штатное место с принтером зенит идет вот такая вот композиция из оргстекла к сожалению судя по всему лазерный станок не до конца прорезает это оргстекло мне так и не получилось вставить штатные места держатель пожалуй воспользуюсь давно проверенной вещи вот так например тем временем принтер геркулес 2018 уже начал свою работу печатать мы будем тестовых паучков сегодня таких вот как раз скоро хэллоуин я думаю вашим детям может пригодится первый слой начал печать этот принтер зенит 3d модель я покажу чуть позже в слайсере но в общем суть такая что лапки у этих пауков построена по цепному типу здесь не требуется никаких поддержек и модель получается сразу с подвижными лапками прямо после печати итак запустим в работу задание синим пла пластиком от компании stream пласт на пикассо classic здесь установлен 05 сопло точно так же как на геркулес 2018 на зените по умолчанию стоит сопло 03 скорости печати на пикассо classic выставляются здесь я поставил ручной режим 60 миллиметров в секунду печать и так идет печать первого слоя можем посмотреть настройки по скоростям в остальных принтерах выставляются соответственно в слайсере то есть для принтера зенит это слайсер репетер хост и для принтера геркулес 2018 слайсер с ликер понаблюдаем немножечко за печатью как у нас происходит процесс и в конце концов мы оценим уже готовые изделия что уже у нас получилось ну что ж теперь рассмотрим как наша модель выглядит в слайсере сделаем слайсинг соответственно пробежимся по настроечкам как мы видим данная модель не вылезает полностью на платформу поэтому уменьшим ее на 30 процентов то есть введем коэффициент 0 7 по размерам в программе полигон x теперь этот модель замечательно помещается на нашу платформу давайте посмотрим как устроены лапки у этого паука как видите это так называемая цепная схема то есть нам не требуется никаких поддержек и данные конечности у паука будут подвижные сразу после печати вот таким вот образом построена модель давайте сейчас посмотрим поближе то есть вот так как он располагается на платформе также все будет печататься без поддержек и сразу же сразу же будет двигаться теперь зайдем в настройки у нас стоит 0 5 сопло соответственно высота слоя 02 ширина экструзии 050 соответствует диаметр нашего сопла адгезия платформе поставим ничего толщина стенки 1 миллиметр подготовим задание далее проделаем ту же самую операцию слайсер сликер для принтера геркулес 2018 также сейчас подгоним по под размер платформы этого паучка здесь нас немножко отличается в отличие от полигон x нажимаем скейл и в процентном соотношении 70 процентов то есть как раз тот самый коэффициент пластики у нас профили установлены все было на 05 сопло но высота слой соответственно 02 миллиметра заполнение 20 процентов линейным шаблоном материал поддержки отключен и по скоростям мы поставим 60 миллиметров в секунду то есть та же самая скорость которая у нас будет стоять и на всех остальных принтерах далее перейдем в настройки брутка здесь у нас к пола пластику значит по температурам будет 210 градусов первый слой 210 градусов все остальные и 65 на платформу нажимаем слайсинг сейчас будет готова превьюшка можно будет посмотреть как эта деталь будет выглядеть у нас после окончания слайсинга вот таким вот образом сейчас сохраним наше задание g-код на флешку и рассмотрим слайсинг следующего паучка у нас в программе репитер хост для zenith 3d добавляем ту же самую модель сюда здесь она как видите тоже не совсем влезает платформу также зайдем в скейлинг и уменьшим на 30 процентов и вводим коэффициент 07 и повторяем те же самые настройки которые мы уже вводили в слайсере полигон x и в слайсере сликер высота слоя 02 скорость заполнения 60 миллиметров в секунду итак слайсинг подходит к концу сейчас у нас тоже будет доступна превьюшка время печати составит чуть более двух часов количество потраченного материала мы сможем наблюдать в колоночке справа и так печать наших деталей завершена снимаем паучков используя канцелярское лезвие готовый паучок у нас на принтере zenith 3d ну и готовая деталька из синего пла пластика у нас на платформе принтер дизайнер классик сейчас также удалим ее и рассмотрим все три детали более подробно первая модель напечатанная синим пла пластиком работа принтера пикассо дизайнер классик сразу после того как я снял этого паучка со стекла лапки у него задвигались весьма подвижно можете посмотреть говорит о правильной подачи пластика и правильном охлаждении в принципе кстати говоря перед печатью стельки я предварительно прогнал через нетфаб чтобы быть уверенным в правильности самой модели вот можете посмотреть поверхность она перед вашими глазами я говорю что результат это весьма достойный в принципе тот результат которую мы и добивались дальше у нас паучок который печатался на принтере zenith 3d оранжевым пола пластиком как видите он не такой подвижный как паучок который был напечатан на дизайнер классик приходится разрабатывать немножко так вот и мы лапки достаточно туговато идет но поверхность выглядит тоже довольно качественно вот вы видите вот рису и лапки не двигаются вместе с пауком хотя настройки печати те же самые ну и последний напечатанный паучок черным пластиком перед вашими глазами это работа принтера геркулес 2018 как видите тоже закисшие конечности у этого членистоногого ситуация примерно такая же как на зените нужно немножко лапки эти разработать чтобы они двигались также на спинке видно небольшой кусочек виден как будто бы задрался пластик на последних слоях в целом эта модель выглядит вот так ну что ж дорогие друзья надеюсь вам понравилось это видео подписывайтесь на наш канал скоро у нас будут выходить не менее интересные видео надеюсь это видео помогло вам если вы делаете выбор какой принтер приобрести из данного сегмента в 2020 двадцать первом году мы с вами прощаюсь всем пока